И я правильно понимаю, что большинство здесь из вас архитектов. Да? Ну, почти. Ну, то есть почти. Так вот, для вас есть плохая новость. Плохая новость заключается в том, что в процессе своему второму, как создание комфортной красоты среды, архитектура и архитекторы в современной бургалистической теории и самой новой практике занимает не первая листья, а в многом смысле далеко не первая листья. Но есть ли хорошая новость? Хорошая новость заключается в том, что у вас есть шанс это исправить. Исправить ли это тем, что вы расширили просто элементарно междистепенатный глипозон знаний и понимание того, каким образом реально устроены процессы в борьбе. Сегодня мы поговорим о таком, мне кажется, для всех опять же очевидном процессе как благоустройство. Совершенно, на мой взгляд, чудовищный спор в русском языке, но так или иначе у вас принят этот процесс обозначать. Следующий слайд. И я вам расскажу о том проекте, в который мы связались в прошлом году, в октябре вместе с Высшей школой губанистики. Это проект реконструкции двора в обычном спорном районе, на льго-западе Москвы, в районе Куту. Если мы возьмем эту карту, то он находится сейчас ровно в самом центре Москвы. В Москве Винерное, меньше чем 2,5 раза, но по сути это, конечно, городская периферия, район 70-х годов достройки. Всем понятная и знакомая типология, панельное жилье, 16 этажей. Дальше. Вот примерно таким образом он выглядит со спутником Google Maps. Следующий. Вот примерно таким образом он выглядит двор на фотографии. То есть он достаточно большой, там он размером 2 гектара, и там проживает порядка 3 тысяч жителей. То есть это 800-2-10. Главная посылка для этого проекта заключалась примерно в следующем. Ежегодно правительство Москвы увеличивает траты на благоустройство. Причем там есть отдельная статья «Благоустройство дворых территорий». В этом году 2015 бюджет составил 18 миллиардов рублей. Штука в том, что вне зависимости от того, как этот бюджет растет, качество среды не меняется. А меняется просто... Каждый год меняется. Асфальдик. Меняются старые лавочки, на новые детские площадки, вышедшие из тура, или даже в тех местах, где не совсем не обязательно, чтобы не пролезть, не пролезть просто потому, что нужно куда-то расходить.